Сотрудники отдела озеленения управления благоустройства при администрации города Цхинвал продолжают облагораживать парковые зоны и скверы столицы. Также дождь не становится помехой в работе. Всё для того, чтобы к празднику Дня Победы каждая зелёная зона в Цхинвале выглядела как красочная картинка. В арсенале ландшафтников – кустарные и цветочные растения. Целлозия, петуния, бархатцы, лобелия – всего семь видов. Можжевельник, кустарник, фатиня, пузыреплотник, берескет. То же самое, лодки сажаем на Кангура. Туи и можжевельники были привезены из Кабардино-Балкарии. Помимо парка Кустахи-Тагурова, кустарники и цветы будут высажены и в Пионерском парке, и на мемориальном комплексе защитникам Южной Осетии. Зелёные зоны мемориала также украсят магнолий. На улице Кима в скором времени появятся саженцы катальпы. Работы по озеленению столицы начались в марте. Ландшафтный дизайнер Ирина Поростаева с горечью отмечает, что весь их титанический труд часто уничтожают нерадивые граждане. Это люди, которые топчут и воруют цветы, ломают саженцы и кустарники. Иначе как вандалами их назвать невозможно. Часто можно увидеть, как дети заходят на клумбу. Двут цветы, а на замечания взрослых попросту не реагируют. Если вы не хотите, чтобы вас называли вандалом, относитесь бережно к природе и созданной людьми красоте. Эльвира Дебилова, Джонни Техов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск. Сегодня.